Всем привет! Сегодня хочу показать и рассказать, какие программы можно создавать в среде разработки DevC++. Я очень люблю старые средства разработки, потому что они простые, быстрые. Ну и поэтому я до сих пор использую, например, DevC++ для создания программ. Причем не только для учебных каких-то программ, для того, чтобы показать какие-то конструкции языка C++, но и для реальных программ в том числе. Ну согласитесь, что ездить в булочную на КамАЗе нецелесообразно. Для таких мелких задач достаточно велосипеда, поэтому нет смысла использовать тяжелую технику там, где можно обойтись простыми инструментами. Это я сейчас говорю, когда имею ввиду тяжелую технику, я имею ввиду такие вещи, как, допустим, Visual Studio. Ну, современная, какая там последняя, Visual Studio 2020, по-моему, да, у меня вот 2017 установлена. Но она, во-первых, устанавливается только на Windows 10, во-вторых, она все-таки тяжелая. То есть, и для того, чтобы написать какую-то простенькую консольную программу, ну, использовать ее, ну, я считаю, нет смысла. Вот, а DevC++ быстро запускается, быстро компилируется, быстренько что-то накидал там и так далее. А поскольку я сейчас фрилансер, то для меня это тоже имеет значение. Там минуту сэкономил, там 5 минут, а время, как известно, деньги. Вот, но в то же время, DevC++ не такой уж и простой инструмент, и возможности его не такие уж и маленькие. В этом видео я как раз и расскажу о том, какие проекты можно создавать в DevC++. Ну, вот, как видите, окно среды разработки достаточно простое. Чтобы создать новый проект, надо нажать вот эту кнопку или выбрать файл. И, соответственно, создать проект. И открывается вот такое окошко, где можно выбрать вид проекта. Здесь есть у нас 4 вкладки. Первая вкладка Basic. Здесь Windows Application. Это программа для Windows, оконное приложение, консоль. Консольное приложение, статическая библиотека, динамическая библиотека и пустой проект. Ну, в принципе, из названий все более-менее понятно, да, но для новичков, может быть, про библиотеки расскажу. DLL – это динамическая библиотека. В принципе, все, наверное, да. И этому можно, наверное, посвятить отдельное видео. Поэтому зря я, наверное, вам пообещал. Да, нет, не буду рассказывать про библиотеки. Ну, думаю, что вы хоть что-то о них слышали. Ну, и пустой проект – это вот просто пустой файл, где нет вообще никакого исходного кода. Ну, давайте, для примера, создадим консольное приложение. Здесь вот имя проекта надо записать. По умолчанию русские буквы. Но я вам не советую использовать русские буквы. Лучше латинские буквы использовать во всех названиях. Нажимаем «Ок» и создается проект уже с какой-то заготовкой. Вот, создается уже какой-то исходный код, некая заготовка. Можно сказать, что это готовая программа, его можно откомпилировать, запустить. И по такому же принципу создаются и проекты других видов. Ну, давайте по ним пройдемся. Не будем сохранять, просто покажу. Что еще у нас есть? У нас еще есть вкладка «Мультимедиа». Здесь мы можем создать проекты с использованием технологии Direct3D или OpenGL. И то, и другое – это графические библиотеки, с помощью которых можно создавать довольно-таки серьезную графику. Следующая вкладка. Ну, дальше я вам покажу примеры, некоторые примеры проектов. Они у меня уже созданы для примера. Ну, вот то, что создает программа автоматически. Вот это я сделал заранее и вам дальше покажу. Сейчас пока пробежимся по вкладкам. Следующая вкладка «Вин32». Здесь можно… Здесь тоже несколько шаблонов. То есть, вот эти вот все ярлычки, назовем это так, это не что иное, как просто некие шаблоны. То есть, выбирая тот или иной вид проекта, вы просто… Программа просто помогает вам создать некую базу, основу вашей будущей программы. То есть, пихает туда все необходимые базовые конструкции, и дальше вы уже свое что-то дописываете. Вот «Файл Эдитер» – это шаблон, можно сказать так. Программа – простой файловый редактор. «МДИ Эдитер» – это многооконное приложение. То есть, тоже текстовый редактор, но только редактор, который позволяет с несколькими файлами работать одновременно. «Animation», «Example», «Пример анимации» – это «Пример анимации». В общем-то, все понятно из названий. Просто рассказываю для тех, кто не очень знает английский. Ну и следующие консоли. Здесь просто примеры. То есть, это все консольные приложения. Это пример простейшей программы, которая выводит надпись «Hello World». Это программа, которая демонстрирует ввод данных. Это простенькая игра по угадыванию чисел. И вот эти вот вещи – это для работы с потоками и с параллельными, так скажем, программами. Так, ну и сейчас покажу вам примерчики. Ну, например, вот анимация. То, что мы видели, да. Давайте уж покажу снова. Вот если мы создадим анимацию, вот этот вот выберем, то мы получим примерно такую программку. Я ее сейчас запускаю, она уже готова. Как видите, здесь просто демонстрация. Какой-то рисунок просто скачет по окошку. Если как бы отталкиваясь от стенок, да. Но, тем не менее, для тех, кто изучает программирование, вот такие примерчики, они могут оказаться полезны. Так, что дальше? Что еще вам показать? Ну, консоль не буду показывать, Direct3D не буду показывать, потому что на этом компьютере у меня просто он не установлен. Ну, а вот OpenGL давайте покажу. OpenGL. Это тоже демо-проект. То есть, если вы вот здесь, на вкладке Multimedia, вот такой проект создадите, то, не написав ни одного строчки кода, вы получите вот такую программу. Тоже как бы демонстрация. Это... Эта программка демонстрирует возможности библиотеки OpenGL. Конечно же, не все, а только некоторые. Потому что OpenGL довольно серьезная библиотека, как я уже говорил, можно много чего с ее помощью создавать. Так, ну, что еще? Что еще? Так, ну, пустой проект, понятно. Вот давайте редактор, файловый редактор. Опять же, вам не надо писать ни одной строчки кода, а если вы выберете вот этот шаблон, файловый редактор, то DevC++ автоматически создаст вот такую как бы заготовку, ополочку, простенький файловый редактор, где будет меню, открыть файл, сохранить, выход и о программе. Даже какое-то окошко есть о программе. Так, а, ну, давайте еще для новичков, опять же. Вот в этом редакторе можно одновременно работать, тут можно что-то писать, да, потом сохранить. Можно работать только с одним файлом одновременно. Чтобы другой файл открыть, этот надо сначала закрыть, а потом открыть другой. А многооконный редактор или MDI редактор, он позволяет работать сразу в одном окне с несколькими файлами. И, как видите, здесь уже довольно-таки ну, продвинутая, так скажем, программа. Здесь уже есть даже панель инструментов и так далее. И здесь можно работать с несколькими окнами, как видите. Их можно расположить каскадом, горизонтально. Ну, как обычно, если вы работали с многооконными приложениями, то вы все это знаете. Это вот этот шаблон. MDI Editor. Так, что еще? Что еще вам показать? OpenGL показал. Ну, в принципе, ну, вот эти вот все штучки вы можете сами попробовать, если интересно, не вижу смысла тратить на это время. Ну, и Winamp, это простое приложение Windows. Оно вот здесь вот. Если вы вот это вот выберете, то будет создано просто вот такое пустое окно. а дальше вы с ним, если захотите, то сами что-то можете делать. Ну, что ж, надеюсь, вам было полезно. Как видите, не так уж мало всяких штук можно создавать с помощью DFC++. Лично я этим пользуюсь активно, потому что на биржах фриланса довольно часто попадаются простенькие задания, относительно простые, где не нужно использовать какие-то навороченные средства разработки, а достаточно вот таких простых, как DFC++ или там Free Pascal и какие угодно. Ладно, до следующих видео, пока. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Увидимся, услышимся.